И сейчас, Боб, по моей команде поползёшь. Давай! Ммм, воу, воу, воу! Ммм, ох, ничего себе! Ага. Здорово, друзья! С вами снова я, Улитка Боб. Ммм, в сегодняшней серии... Эммм... А, я пока сам не знаю, чё сейчас будет. Вроде все уровни прошли, все звёздочки нашли. Привет, Боб! Привет-привет, ребята! Сегодня у нас бонусная серия. И в этой серии мы с Бобом покажем вам несколько необычных способов прохождения некоторых уже знакомых уровней. Ммм, чё значит мы с Бобом? Я вообще не понимаю, о чём ты. Сейчас поймёшь. Давай начинать. Итак, я уже отобрал уровни, которые можно пройти необычным способом. И первый такой уровень – это восьмой уровень приключения «Возвращение домой». Ммм, так... И чё? Мы же его уже прошли и все звёздочки нашли. Ну и отлично. Давай мы его сейчас по-быстрому пройдём, чтобы показать правильный способ прохождения. Ммм, эй! Ты чего? Ты вообще как? Выспался? Так, Боб, проходи. Сейчас всё поймёшь. Ммм, ну ладно. Ммм, погнали! Для начала опускаем каменную стенку, чтобы Боб в неё не врезался. Теперь, Боб, перепрыгивай на другую сторону. Так. Берём звёздочку. И сразу вторую. И третью. Теперь возвращаем стенку на место. Разворачиваем Боба, чтобы он мог заползти в трубу выхода. И проходим уровень. Ммм, вот это да! Вот это ты показал! Ты чего? Решил меня потроллить сегодня? Да нет же, Боб! Что ж ты такой нетерпеливый? Итак, ребят, мы с Бобом сейчас показали вам правильный способ прохождения этого уровня. Но есть и другой. Перезапускаем уровень. Сразу возьмём звёздочки. И опустим стенку. Ммм, не! Ты, походу, всё-таки надо мной поиздеваться решил. Мы же только что это делали. Да? А что, если я тебе сейчас скажу, что этот уровень можно пройти не перепрыгивая на другую сторону и без использования разворачивалки? Ммм, чего? Ммм, как это? Ммм, да ну! Ммм, я либо вниз свалюсь, либо по-любому перепрыгну на другую сторону. Ммм, и в трубу. Как я заболзу, не разворачиваясь? Я задом ползать не умею. Ага, что? Заинтриговал я тебя? Ммм, ну, даже не знаю. Мм, рассказываешь тут всякие байки. А вот и нет. Ребята, секрет прохождения в том, что мы с помощью стенки должны немного сбить Боба, чтобы замедлить. Тогда на другую сторону он не долетит, но от нижней пружинки отлетит прямо в трубу выхода. Ммм, ты хоть сам понял, что сейчас сказал? А я тебе сейчас это докажу. Ползи. Ммм, ха! Да запросто! Сбиваем Боба. Оп! Эть, и мы у выхода. Ммм, эй! Чё это сейчас было? Ммм, как так-то? Ну, что теперь скажешь? Ммм, вот это да! Крутяк! Ммм, я, правда, до сих пор не понял, как это получилось-то? Ну, пересмотришь потом видео, а мы двигаемся дальше, на десятый уровень. И да, ребят, при необычном прохождении не всегда будет получаться собирать все звездочки. Но это и не важно, так как эти способы это уже как приятный бонус для тех, кто прошел игру. Так, сначала проходим правильным способом. Выдвигаем опоры. Сразу возьмем звездочки. Теперь пропускаем Боба, опустив первую опору. Так, возвращаем опору на место и убираем вторую. Теперь выдвигаем мостик. Ползи, Боб. Задвигаем мостик. И уровень пройден. Ммм, так. И как ты тут по-другому пройдешь? Очень просто. Можно вообще не выдвигать первую опору. Сразу ставим вторую. Возьмем звездочки. Проползай, Боб. Ничего, теперь я не успею проползти, если ты опору уберешь. Ха, сейчас увидишь. Ускорение у нас уже включено. Теперь нужно нажать на кнопку в тот момент, когда пресс бьет по опоре. Оп. Ой-ой-ой-ой. Воу. Успели. Красота. Ну а дальше, как обычно. Используем рычаг. Слушай, а эти необычные способы клевые. Мне нравятся. Они такие экстремальные. Ага, мне тоже нравится. Друзья, пишите в комментариях, нравится ли вам такие необычные способы прохождения. Ну, чё там дальше? Дальше это же приключение, десятый уровень. О, на этом уровне мы звездочку в первый раз не нашли, которая нарисована. Ага, было дело, но давай проходить. Сначала правильным способом. Убираем шипы сверху. И выдвигаем доску с гвоздем, чтобы шар в конце лопнул, а не улетел непонятно куда. Проползай немного, Боб. Накачиваем шар. И, можно сказать, прошли. Собираем звездочки. Так. Накачиваем третью звездочку. Ну и всё. Можно на выход. Ничего тут по-другому можно сделать-то. А здесь можно доску с гвоздем вообще не трогать. Ммм, как это так? Я же тогда улечу. Ммм, мы же в первый раз, когда проходили, доску выдвинуть забыли. Чё, забыл, что произошло? Помню. Но если ты спрыгнешь с шара раньше, чем он улетит, его не нужно будет лопать. Ммм, в смысле раньше? Ммм, это как? Сейчас увидишь. Заползай на платформу. Ммм, только остановись где-нибудь дальше середины. Ммм, нормально. Отлично. Теперь давай сразу возьмём звёздочки. И развернём шипы. И сейчас, Боб, как только шар окажется под треугольной штукой с шипами, начинай ползти. Ммм, ты уверен? Ммм, ага, я тебе на всякий случай ещё дам сигнал. Ммм, ну ладно. Ммм, давай попробуем. Накачиваем шар. Давай, Боб. Ммм, ага, получилось. Вот видишь, и не пришлось пробивать шар. Теперь берём последнюю звезду. И можно на выход. Ммм. Ммм, класс. Давай следующий уровень. Для этого нужно перейти во второе приключение. Так как в этом я больше таких секретов не знаю. Ммм, ну погнали, чё? Кстати, ребят, пишите в комментариях, знали ли вы о тех нестандартных способах прохождения, что мы с Бобом только что показали. А если не знали, попробуйте повторить. И напишите, получилось или нет. А мы продолжаем. Переходим к приключению, которое называется День рождения дедушки. И выбираем шестой уровень. Ну что, Боб. Для начала давай пройдём уровень правильным способом. Для этого сначала выключаем нижний вентилятор. Теперь возьмём звёздочки. Первая. Вторая. И третья за верхним вентилятором. А теперь включаем вентиляторы. И вот и весь уровень. Это как правильно. А теперь другой способ прохождения. Ммм, погоди-ка, попробую угадать. Ммм, это наверняка как-то связано с верхним вентилятором. Потому что без включения нижних мы, ну, никак не пройдём. Молодец, Боб. Угадал. На самом деле здесь прохождение уровня не сильно отличается от правильного. Но можно дойти до выхода, не двигая верхний вентилятор. Ммм, ну, за ним же звёздочка. Ага. Но я уже говорил, что при таких вот нестандартных способах прохождения не всегда будет получаться собирать все звёздочки. Ммм, ну и ладно. Всё равно все звёздочки мы тут уже взяли. Ммм, а вот пройти новым способом, это интересно. Интересно. Именно. Давай сразу возьмём две звёздочки. И теперь ползи на средний вентилятор. Так, теперь включаем нижние вентиляторы. И боковой. Ммм, и чё дальше? Я же сквозь стену не пролечу. Да, и если сейчас отключим нижний вентилятор, всё равно ты не попадёшь в пролёт. И даже если снова его включим, тоже ничего не получится. Ммм, ну, и где тогда новый способ прохождения? Походу, без спускания вентилятора не обойтись. Неа. Если нижний вентилятор выключить и через полсекунды снова включить, всё получится. Смотри. Оп, и обратно. Ммм, о, клёво. Способы правда работают. Идём дальше. Следующий уровень – девятый. Сперва, ребят, как обычно, покажем простое прохождение. Берём звёздочки. Переключаем рычаг и ждём. А пока возьмём третью звезду. Улитки заполняют яму. Переключаем рычаг обратно. И Бобу остаётся только проползти к выходу. Ммм, ничего. Хочешь сказать, что этот уровень можно как-то по-другому пройти? Конечно. И сейчас увидишь как. Сразу подползай на край деревяшки. Берём звёздочки. И сейчас, Боб, по моей команде поползёшь. Давай. Ммм, воу, воу, воу. Ммм, ох, ничего себе. Ага. Таким образом мы и рычаг не трогали, и не все улитки оказались в яме. Давай возьмём последнюю звезду. И можно на выход. Ммм, погоди. А чё мы сделали-то? А, ну да. Я же не объяснил. Смотри. Когда улитка в кепке был под тобой, я тебе сказал ползти. И получилось, что ты не свалился в яму, а прополз по нему. Ну, а дальше и так всё понятно. Хмм, прикольно. И теперь ещё получается, что улитка-металюга сможет помочь остальным выбраться. Ну да. Это уже как бонус. Ммм, ну чё? Пошли дальше. Не, Боб. На сегодня, наверное, хватит. Мы и так прошли пять уровней. Ммм, не понял. Больше таких уровней нету, что ли? Да не. Уровни с необычным прохождением ещё есть. Но сначала давай посмотрим, а нравится ли ребятам такое прохождение. Ммм, ну хорошо. Тогда посмотрим, что скажут друзья и хотят ли они продолжения. Да-да, ребят. Если понравилось, мы с Бобом продолжим. А сейчас давайте подведём итоги небольшого голосования под предыдущим видео. Ммм, чё ещё за голосование? Ну, по поводу главы, которая понравилась больше всего. Ммм, а-а-а. И какая история набрала больше голосов? А вот сам посмотри. Ммм, так, ну, в общем-то, мнения разделились. Надо посчитать. Я уже посчитал, Боб. Больше всего голосов за египетскую историю. На втором месте, уступая буквально на один голос, идёт космическое приключение. Дальше подарок дедушке. И меньше всего голосов за возвращение домой. Ммм, ну, будем считать, что Египет и Космос заняли первое место. Дедушка второе, а возвращение домой третье. Ну да. Кстати, Боб, а тебе какая глава понравилась больше? Ммм, я даже не знаю. Наверное, всё-таки Космос. Ммм, очень уж мне понравилось летать на ракете. Ммм, ну, и ещё после полёта в Космос я известным стал. Ммм, хе-хе-хе. Понятненько. Ммм, а тебе что понравилось больше? Ты знаешь, а мне больше понравились первые два приключения. Просто они такие более уютные, что ли. Ммм, ну понял. Ммм, ладно, чё. Давай на сегодня прощаться. Ага, давай. А то мы с тобой снова заболтались. Ребята, всем пока. Увидимся на канале Игрули ТВ. Ммм, пока-пока, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова